У нас разрабатывалась именно гидроавиалиния. Оправдали по документам. По плавковому самолёту. 1931 год. Самолёт рассчитан на 9 человек, набились почти 30. Обалдеть. У вас есть документальное подтверждение? Он в записях отметил, мы не поверили. Сел на полуострове Ямал. Сколько килограмм свиного сала, сколько килограмм говяжьего жира, и это меняет дату начала авиации на Ямале? Правда, не столь широко известно. У этих самолётов, у них лыжи эти примерзали к снегу. А как они выходили из этой ситуации? Лилияна Васильевна, а правда, что первые самолёты на Ямале появились не в начале 30-х, как было принято думать раньше, а в 20-е годы? Правда по документам. А в документах вот что. В документах идёт речь о том, что карские товарообменные экспедиции сопровождались в 20-е годы, а именно, хочу уточнить, 1929 год. Ледокол Красин и пилот Борис Григорьевич Чухновский, которые пошли по карскому пути и проводили в этот период, вместо 10 судов, как это было в 21-м году, в 22-м, они делали проводку 26 судов. В этом случае необходима была, конечно же, авиаразведка и сопровождение с воздуха. Кстати, вот тот факт, что Красин сопровождал экспедицию 1929 года, я так поняла, что не столь широко известно. Так вот, Борис Григорьевич Чухновский сопровождаю эту экспедицию из-за туманности и льдов Карского, то есть, когда он просматривал эти льды в Карском море для сопровождения, сделал посадку, посадку на полуострове Ямал. Единственное, знаете, населённый пункт, вот здесь вот не указать, я даже не скажу, что это Марсале или так далее, какое-то посадочное место, а всё у пилотов, значит, на квадрат распределено. То есть он в записях отметил, что сел на полуострове Ямал. Что ещё интересно для нас, может быть, покажется немножечко так вот дико, скажем, то, что первоначально для ледовой обстановки, для разведки, да, как её же должно было нанести на что-то, а фотоаппараты в кабину не могли разместить. Это позже уже придумали, куда этот фотоаппарат такой вот для фотографий поставить. А лётчик должен был обладать, то есть, картографическими... Навыками. Навыками, да. И всё прорисовывать. И, да, и в Институте Арктики Антарктики... То есть он на глаз то, что он видел, он сверху видел. На глаз рисовал льды, полуостров Ямал. И мы, кстати, постарались представить тем пользователям, которые будут приходить к нам в архив и так далее, увидеть. Вот как раз как на кальке была прорисована вот эта вот карта с льдами, с очертаниями полуострова Ямал. Да, всё от руки рисовалось. На глаз и от руки. Да, да, на глаз и от руки. То есть вот наша авиация на Ямале, она начинается с полярной авиации. У Михайловой Варвары Филипповны, которая открывала школу в Новом порту, в её записях встречается, то есть она по воспоминаниям пишет, нам сообщили, летит Чухновский. Мы не поверили. И тут прилетают, естественно, он не один летел, это был особый тип самолёта, я потом скажу. Точно, Чухновский. И мы повели его ночевать в школу. Но эти воспоминания датированы началом 30-х годов. 31-й год? Да. Даже, по-моему, позже. 31-й год. 31-й. Но, как говорится, в чём новость? Почему я начала оправдали? То есть до сих пор было принято считать, что вот первый самолёт, вот этот самый Чухновский, у нас и прилетел в 31-м году. Правильно? И обнаруженный документ, запись в документе у этого лётчика, который вы нашли в наших архивах? Нет. Это федеральный архив, а именно Российский государственный архив экономики. И вы вдруг там обнаружили, готовясь к юбилею гражданской авиации, что оказывается, в 29-м году Чухновский пишет в своём дневнике, что он приземлился на полуостров Ямал. И это, получается, по большому счёту, меняет дату чего? Начало авиации на Ямале или появление первого самолёта на Ямале? И почему это на самом деле важно? Вы знаете, даты у нас всегда уточняются. Но если брать этапы развития гражданской авиации и, в принципе, авиации, так как она у нас в этот период очень тесна с военной авиацией, как бы они вместе взаимосвязаны, то 1929 год – это одна из тех дат, когда, в принципе, по всей стране, на тот период это Советский Союз, считалось, что в 1929 год началась регулярная полярная разведка. И вот как раз с полётов Бориса Григорьевича Чухновского. Не говорили про Ямал? Почему? Не говорили, до какой территории он долетал. То есть он долетал до Дальнего Востока. Но такой дальности тогда самолётов не было, по-моему, ещё в 20-х. В 1930 году мы праздновали юбилей, когда Северный морской путь был открыт. Но увеличивалось, конечно же, такой дальности самолётов не было. Но хотелось отметить тот самолёт, а именно Дарнье Валь. У нас он получил название Комсеверпуть, Комитет Северного пути. Но это организация была? Да, это акционерное общество. И от неё вот эти Дарнье Валь летали? Да. Их стали называть Комсеверпуть, чтобы Дарнье Валь не проговаривать? Для нас, если брать Ямал, это Комсеверпуть-1, на котором летал Чухновский, и Комсеверпуть-2. На этом самолёте в дальнейшем летал его ученик Алексеев Анатолий Дмитриевич. Илья Кузьмич тоже одно из имён, которое, собственно говоря, у нас пока что не озвучивалось. Но я думаю, он получит достаточно широкое такое развитие. Интересно, ну там есть объективные причины, почему не озвучивалось. А также Илья Кузьмич Иванов. А объективные причины репрессирован был? Да, он был репрессирован длительный период, как и Евгена. Евгенов, который занимался в 20-е годы. Потом они были реабилитированы. Да, да, да. Поэтому у нас не столь широко эти имена звучат. Но я думаю, сейчас... Но они были в числе первых лётчиков, которые в начале 30-х сюда прилетали. Да, да. Но это же были Дорньеваль, это были гидросамолёты. Да, да. Это гидросамолёты. И поэтому у нас разрабатывалась именно гидроавиалиния. И даже под это специально в начале 30-х стали строить пристань. То есть, получается, здесь был аэрогидро, аэропричал, как-то так называлось. И, получается, совмещали и гидро, и аэро. Насколько сложно было строительство этого сооружения? Само строительство в наших условиях вообще, собственно говоря, знаете, если мы берём, это же условия вечной мерзлоты были сложны. Но вот есть такой документ, это проектная смета и пояснительная записка, где идёт речь о строительстве причала, о проекте строительства причала как раз для гидросамолёта Дорньеваль и АНТ-9. Это поплавковый самолёт. Такое интересное название. Я, если честно, первый раз услышала поплавковый самолёт. Но вот Дорньеваль насчёт поплавковых, это дальнейшая история немножечко другая. АНТ-9 его называли поплавковым. АНТ-9, но у нас он на лыжах. Вот первые его полёты, это на лыжах. Первые полёты это были... 1931 год. АНТ-9 к нам прилетел. Да, да, да. В конце января, 31 января, вот как раз он вылетел из Москвы. И 6-го числа, ну это понятно, что пересадки были, причём интересные пересадки, о которых, собственно говоря, тоже мало упоминаем. А именно в Казани, так как путь был туда воздушный. Из Москвы воздушный путь на тот период был в Казань. Далее Казань, Свердловск, Екатеринбург нынешний. Да, и в дальнейшем уже Тобольск. Из Тобольска в Самарова. И только потом в Абдурск. То есть 5 дней этот маршрут занимал. 31 января вылетели, а 5 февраля в Абдурск прилетели, правильно? 6 февраля прилетели, но сложилась такая ситуация из Казани. Длительный период, не длительный, а сутки не могли вылететь из-за тумана. А, непогода была. Ну так бы за 5 суток справились. Справились, но надо учесть о том, что они останавливались. Конечно же, это было интересно, то есть все организационные вопросы, не только интересные, а организационные вопросы порешать. И в Свердловске, наш на тот период административный центр, да. Потом в Тобольске, где базы для пушнины фактически и находились, где собиралась пушнина и, собственно говоря, другие товары для отправки в Москву, на аукционы и так далее. Поэтому это время не заняло, то есть полностью перелет. У меня сейчас несколько вопросов накопилось, мы немножко так перепрыгиваем. Значит, вначале про первые самолеты Дорниваль. Вот у вас есть документальное подтверждение, что в 29-м году этот самолет совершил посадку на полуострове Ямал, чему есть запись. Но эти карские экспедиции 20-х, еще их называли хлебные караваны, они же раньше еще 29-го года совершались. Конечно. И ведь не исключено, что и они все сопровождались авиацией полярной. Не все. С 24-го года начало. С 24-го они уже сопровождались авиацией. По большому счету, можно допустить, что и ранее могли сюда залетать самолеты? Вы знаете, я как архивист боюсь допускать, пока не увидела в документе. Ну, такая надежда осталась. Дело в том, что карские товарообменные, я хотела бы хлебные экспедиции, это 1920-й год под руководством Николаева, вот у нас улица Николаева есть, да, и 1921-й год. А в дальнейшем это товарообменные экспедиции, которые вывозили в Сибирский лес, меняли, то есть они такие экспортные экспедиции еще, под руководством первоначального наркомата внешней торговли, то есть Сибирский лес, и все меняли на те самые, собственно говоря, моторы, вот самолеты эти покупали, что необходимы, да, медикаменты. Поэтому мы можем говорить о том, что садились ранее, только после того, как увидим документ. Но Борис Григорьевич Чухновский, конечно же, тоже это отмечено, это в истории известно, с 1924 года над Карским морем он осуществлял полеты. Поэтому не исключено. Теперь, получается, ищем документы, называется, да, для архивистов есть такая задача, теперь ищем документы. Нет, этот же тоже документ давно лежал, и вот он дождался своего часа, и у вас сложился пазл. И вдруг вы поняли, что это был не 1931 год Иван Михеев, да, а это, оказывается, был 1929 год, Чухновский совершил посадку. Ну вот, одна же информация открылась, может быть, откроется и другая. Теперь, следующий у меня вопрос. Если Дорневаль, это был такой, скажем, военный больше самолет, который сопровождал вот эти караваны, то АНТ-9, это уже был такой пассажирский самолет, он летел, уже кого-то перевозил из Москвы через Казань вот этим сложным маршрутом до Абдорска. Или это тоже еще не был пассажирский самолет? Немножечко разведу все-таки эти полеты, они разные, не совсем военные, потому что, конечно же, этот Дорневаль по нашему заказу, их три самолета, вот как раз к 30-му году должны были нам направить три самолета Комсеверпуть или Дорневаль, да, он был немножечко обустроен под нас для полярной авиации, то есть это уже не военный, это для полярной авиации, для того, чтобы, собственно говоря, делать ледовую разведку, он мог брать пассажиров, они перевозили плотников, они перевозили, кстати, интересный тоже факт, для московского зоопарка, не буду утверждать, это не с территории, скорее всего, не с территории Ямала, двух медвежат белых для как раз московского зоосада, тогда так называлось, перевозили вот как раз на этом самолете, то есть этот самолет такой адаптированный для полярной авиации, а мы и выросли. А вот полет Михеева, Ивана Васильевича на АНТ-9, один из интереснейших полетов, и, как он сам говорит, это был интересный перелет из Москвы в Абдорск, он обозначает, причем он потом в своих записях, в своих воспоминаниях, он говорит, что это город Абдорск, 1931 год. Рассказывает, как его здесь встретили, сколько людей, то есть это был полет для того, чтобы впервые вот разведать, посмотреть путь, воздушный путь на север, а именно в Абдорск, для вывоза пушнины, и это первая задача, и еще одна задача, для того, чтобы посмотреть, как самолет АНТ-9, который был поставлен на лыжи, будет вести себя в престольной дальнем перелете. Это не просто пилот был выбран, он изначально был механиком, и самолет АНТ-9, а их, в принципе, направилось из Москвы два самолета, самолет Демченко и Михеева. Демченко в Омск поехал, а Михеева в Абдорск. То есть, что он сделал? Он утеплил моторы, чтобы масло не мерзло, и он переоборудовал этот самолет. Подготовил к полярному путешествию. Да, под его руководством, вот они летели втроем, бортмеханик монахов, еще, в общем, втроем они прилетели. Они подготовили для того, чтобы осуществить этот перелет. Он назвал его интересным, ему очень понравились жители города Абдорска. Причем, Самарова, он не говорит, это деревенька. А город Абдорск, две церквушки, очень красиво смотрятся на берегу. Правда, в одной из них клуб. Вот также он отмечает, что должен быть, то есть здесь завод есть, и он вот-вот будет выпускать продукцию. Отмечает оленеводческий совхоз, говорит о великолепной пушнине и о том, как красиво одеты были люди, которые прибежали его встречать. Причем, самолет рассчитан так в целом на 9 человек, а он говорит, набились почти 30 человек. Я удивился, как они там все разместились. Причем, строили посадочную полосу, была огорожена эта территория, он смог осуществить. Где была посадочная, взлетно-посадочная полоса? Вы знаете, есть предположение, потому что он, что это район, где у нас вот геологи, но это предположение. То есть, грубо говоря, сейчас это в центре современного Салехарда? Да, да. Но при этом он говорит, в принципе, можно было бы осуществить и налет реки Обь, но не совсем удачно было бы этот, потому что там очень много застрог. То есть Обь, река, она не совсем подходит для того, чтобы приземляться. Ну, ее и не использовали, да? Да, в дальнейшем мы знаем, что это на полу и все осуществлялось. И посадка гидросамолетом, и наш гидропорт известный. В чем уникальность строительства вот этого причала, пристани? Это же тоже такая была одна из первых строек на берегу заполярной реки. По проекту шла речь о том, что надо было вбивать бревна на два метра вглубь. Что в наших условиях, несмотря на то, что, собственно говоря, в дальнейшем технологии... Ну, вот позволили... Технологии-то не было. Да, 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 да. То это было сложно. И, конечно же, потом пересчитывали по этой смете и стоимость, и о том, какой именно лес будет. А, кстати, дорого это тогда обошлось по тем временам, строительство этого причала? Вы знаете, если вот сравнивать с ценами, да, то есть смотреть, то это не дешево. Ну, еще, обходились же не только, не только закладывали какую-то определенную сумму, здесь было достаточное количество спецпереселенцев, чей труд был использован при строительстве нашего гидропорта. Ну, то есть бесплатный? Нет, он не совсем бесплатный. Ну, дешевый. Да, вот, скорее всего, можно так назвать. Кстати, было отмечено страшная нехватка плотников. Столяров вообще, вот, специалистов, то есть пересчитывали буквально там единицы. А их сюда на самолетах привозили, да? Кого? Специалистов, плотников, всех, кого нужно было для строительства. Или обходились здесь местными? Обходились, смотрели, кто, то есть шла, переписывали, смотрели, кто из спецпереселенцев какими-то специальностями действительно владеет. То есть вот так. Небольшое количество прибыли из Тобольска, но не самолетами, само собой. А вот то, что я упоминала про полярную авиацию Дарниваль, у нас были станции, вот как раз эти полярные станции по берегу Карского моря, и вот туда плотники, да, попадали только самолетами. А сколько бы эти самолеты пассажиров помещалось? Ну вот в АНТ-9 помещалось шесть, помимо экипажа, да? Дарниваль. Там, по-моему, два-три человека. То есть он все-таки больше для грузов. Он и грузовой, и для небольшого количества пассажиров. Ну, три человека. Ну, тем не менее. Это, конечно же, не те пассажиры, которые хотят увидеть полуостров Ямал. Ну, ясно, да. Вот. Ну, я же говорю, конкретно плотников перевозили. Потому что это была одна из самых востребованных. Ну, по дереву все. И как долго этот причал проработал, это пристань? То есть там было что построено? Сначала деревянные квадраты выстраивались определенными, по определенным размерам. Сверху настилался металл, тоже был заказан. И что интересно, вот я тоже читаю так в документе. Ну, нам, уже современным жителям, это непривычно. Вот. А на тот период, значит, сколько килограмм свиного сала, сколько килограмм говяжьего жира, это все там надо было смазать. Это смазочный такой материал, да. Вот этот металл смазывали, и дерево, и металл смазывали. Ну, там, в принципе, вот эта конструкция, она же вообще нуждается в смазочных материалах. Так вот, свиной, говяжий жир, вот все, вот это все заказывалось и использовалось для построек. И как долго просуществовал этот причал? Работал он как долго в городе? Ну, вы знаете, здесь вот не скажешь, как долго в городе. Район Гидропорт, можно сказать, название осталось, да. Но мы знаем, у нас когда следующий аэропорт появился, ну, уже сухопутный. 1964-й тогда началось, да. То есть до этого периода все обслуживал. Но это не значит, что он не нуждался, скажем, в ремонте, в каких-то реконструкциях своих. Это же, собственно говоря, строили изначально из дерева, раз, собственно говоря, исплавляли деревянное дерево, потом покрывали, насколько там хватало этого металла. Но это все надо было обновлять. Поэтому о количестве, скажем, лет и как долго служили, здесь вот так вот точно не скажешь. Это отдельная тема, которая нуждается в исследовании. А когда стали уже постоянно сюда к нам пассажиры прилетать в Салихард? Ну, в Абдорск тогда на самолетах. Потому что в основном же сюда, конечно же... Регулярные рейсы вы имеете в виду? Ну да, стало возможным сюда летать людям не только, когда выполняли государственные задачи по обеспечению первого пушного аукциона мехом. Ну, во-первых, когда еще не были регулярными, эпизодическими, все равно пассажиры-то сюда прилетали. Просто рейсы эпизодические, как мы сейчас говорили, чартанные, да? Да, чартанные, по мере необходимости. По мере необходимости, да. Это один момент. А потом, значит, планировалось открытие в декабре 1934 года. Вот, вы знаете, я не встретила документа, что именно в декабре 1934 года был открыт. Но известен полет в феврале, 8 февраля 1935 года Серафима Ивановича Антюшева с спортмехаником Кекушевым. И в дальнейшем, как мы знаем, Серафим Иванович, а именно с 1937 года, он возглавил Обский авиаотряд, который осуществлял перелеты. То есть уже был создан Обский авиаотряд. Да, 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 да. И вот с тех пор, собственно, и появилась Обская, Салихарская, Ямальская авиалиния и, собственно, авиация. Ага, ну, не Ямальская, хотелось бы сказать. Почему? Потому что Обская по рекам, по водным путям шла. Естественно, затрагивалась не только Обдорск, не только Тюмень, там, тире Нижняя Тавда, да, не только Тобольск. В принципе, вот по рекам несколько было направлений, там три, по-моему, направления Обская авиалиния обслуживала. Это то, что внешне к нам перелетали. А еще было внутреннее, воздушное внутреннее кольцо, где база в Салихарде-Абдорске, но осуществлялись, как в документах сказано, нерегулярные линии, но обслуживая Обская, Тазовская губа. То есть вот те самые экспедиции, те самые полярные станции, то есть она вот действовала, обслуживала, и, собственно говоря, у нас наше побережье на тот период очень активно жила, активной такой вот жизнью. Простите за автологию. Вот, кстати, в 1931 году, когда проводили изыскания, насчитали предполагаемых 17 посадочных площадок по берегу, где была возможна посадка. Ого, они были оборудованы. Их оборудовали специально. Естественно, это от сезона зависело. Не зря же у нас, допустим, зимний перелет, да, с 1934 года, допустим, вот новый порт. У нас более поздняя дата известна. А мы нашли, допустим, в Омске документы, где идет речь о тарифах перелета в новый порт. Из Омска? Да, естественно, через Абдорск посадка осуществлялась. Абдорск и новый порт? Да, новый порт. И это 1934 год? 1934 год. А ранее тоже не было известно об этом рейсе, что туда так далеко летали. А что за самолеты? Тоже АНТ-9 летали? И АНТ-9, и были направлены АИР-6. И еще хотелось бы один незаслуженно забытый самолетик назвать, но он больше для экспедиции использовался. Тем не менее, они у нас летали. Стать-2. Это из нержавеющей стали, но хороший самолет. Его на марках можно встретить. А это наш был советский самолет? Да, да, да. Вот АНТ-9, это уже, собственно говоря, серийное производство нашей страны самолетов, чем гордились. И Сталь, и Сталь вот этот тоже. Да, и Сталь-2, тоже вот хороший самолетик, который использовался в наших условиях. Еще, конечно же, можно назвать, я хотела бы, конечно же, о многих самолетах, я Шаврушкин рассказать, но я думаю, в рамках другой передачи. Кому интересно, да, могут к вам в архив прийти, службу по делам архивов и узнать всю информацию, которую можно. Я поняла, что у вас она полная. А скажите, правда, что у этих самолетов, которые на лыжах сюда прилетали и стояли, у них лыжи эти примерзали к снегу? А как они выходили из этой ситуации, когда лыжи примерзают? Даже оленью упряжку не санете, не сдвинешь, а тут самолет. Да, да, да. Вот тоже очень интересный опыт. Причем в Абдорске им нравилось, значит, пилотам больше осуществлять посадку, чем, допустим, Самарова. Самарова, как вспоминает летчик Демченко, тоже один из наших таких интересных пилотов, он смазывал, брал непосредственно мазь для лыж, которая тогда для охотничьих лишь использовалась, но хватало ненадолго. А в Абдорске вообще интересно вышли, когда самолет приземлялся, его затаскивали на оленьи шкуры, и потом очень удобно, причем придумали такое приспособление, эти оленьи шкуры, как при подъеме самолета, затягивали вовнутрь, и тогда летали. Вот таким вот образом выходили. А это чья была идея? Не описывал он? Это ему местное население предложило такую помощь? Вот не указал, кто это придумал, нет. Вот стали сюда, в Абдорск, прилетать статные, молодые, городские парни-летчики. Вот они восприняли, как вы сказали по словам Михеева, красивым, и одеты люди красиво. А как восприняли летчиков, местные жители? Обращаясь к документам, как архивист, если в начале 1931 года, вот 6-й районный съезд еще, в январе, они при сборе каких-то средств, и они писали, мы должны дать стране стальные крылья, да, настороженно относились. И не сильно это им хотелось, мы должны сначала увидеть эту птицу для того, чтобы передавать свои средства. То после появления Бориса Григорьевича Чухновского, которого увидели, Анатолия Дмитриевича Алексеева, это интеллигентные, очень такие сильные внутренние люди, с таким хорошим стержнем, скромные, как, допустим, тот же Борис Григорьевич, всегда готовые предоставить какую-то помощь. Это вы откуда узнали? А? Это вы откуда узнали? А это, собственно говоря, те же воспоминания Варвары Филипповны Михайловой. То есть это Абдоряне, это из воспоминаний жителей Абдорска. А, тут, ну вот, Варвара Филипповна, она-то в Новом порту, вот, а в Абдорске, собственно говоря, вы знаете, вот я не встречала воспоминаний Абдорян, но, судя по тому, какие в дальнейшем, собственно говоря, резолюции по документам, что идут навстречу и рады помочь, и рады приветствовать летчиков, то это вытекает, то есть вывод из чего? Из того, что, собственно говоря, какое впечатление произвели эти полярные летчики. Ну и, наверное, какую-то свою тоже культуру сюда принесли, ну вот такую, не знаю, мужскую, что ли. Вы говорите, интеллигентные, образованные такие все. Со стержнем. Да, наверное, многие мальчишки стали мечтать стать летчиками. Да, 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 мы можем это предполагать. Вы знаете, в документах не встретила, но мы можем предположить, что, да, вот это то изменение и отношение к авиации, которое произошло, Абдорян, дальше, скажем, отношение, в принципе, к авиации с Алихарцев, ну, наверное, это вот первые, это импульс получили как раз вот в этот период. Субтитры создавал DimaTorzok